Приветствую! Это краткий пересказ фильма «Машина времени». Приятного вам просмотра! Алекс Хартегин – ученый, живущий в 1899 году в Нью-Йорке. Он одержим идеей путешествия во времени. Он преподает в Колумбийском университете в качестве профессора прикладной механики и инженерии и попадает в неприятности из-за своих радикальных теорий. Он является другом Альберта Эйнштейна по переписке. Когда он идет в парк навстречу своей девушкой Эммой, его отвлекают ранние автомобили, стоящие у ворот парка. Он сразу же находит общий язык с водителем, который, заправляясь, забыл включить стояночный тормоз, что Александр быстро делает при угрозе выхода из-под контроля. Забыв о цветах, он встречает Эмму на катке. Они гуляют по парку, где Александр делает Эмму предложение. Однако романтический момент оказывается недолгим. Из ближайших кустов появляется грабитель и наставляет на них пистолет. Когда бандит пытается отобрать у Эмма бручальное кольцо, Александр пытается вмешаться. Но во время борьбы пистолет выстреливает. Эмма получает смертельное ранение и умирает на руках у Александра. В течение следующих четырех лет Александр проводит каждый свободный час в своей лаборатории, работает над расчетами путешествия во времени. В конце концов, ему все же удается создать работающую машину времени. Но его изгнание привело к тому, что он подвергся астроксизму со стороны своего старшего друга Дэвида Филби, который в конце концов прибывает в лабораторию, чтобы противостоять Александру, который в свою очередь впадает в ярость. Филби приглашает Александра на ужин в надежде, что это заставит его покинуть лабораторию и вернуться к нормальной жизни. Но Александр откладывает ужин до следующей недели. После ухода Филби, Александр замечает, что через неделю у них не было бы этого разговора. Наконец, закончив работу над машиной времени, он возвращается в ту ночь четыре года назад и перехватывает Эму до того, как ей суждено было встретиться с его двойником в 1899 году. Проводив ее из парка, Ани возвращается в ее квартиру, где он оставляет ее на улице, чтобы купить цветы. Однако, несмотря на то, что Александр избавил ее от опасности грабителя, Эму сбивает с ног и топчет на улице лошадь с кареты. И оказывается, что все лошади были напуганы ранним автомобилем. Александр с горечью осознает, что если он предотвратит один способ смерти Эммы, то на его место придет другой. Разочарованной перспективой, он решает отправиться вперед во времени, чтобы узнать, есть ли ответы в будущем. Чуть позже путешествующий по времени Александр останавливается в 2030 году и узнает, что Луну готовит к колонизации. Он посещает Нью-Йоркскую публичную библиотеку, где беседует с Вокс-114, голографическим искусственным разумным библиотекарем библиотеки. Там ему дают информацию о Уэлсе, Айзеке Азимове, Харлане Эллисоне и даже одной из его собственных работ. Но в библиотеке нет никакой информации о теории путешествий во времени. Вокс утверждает, что такое просто невозможно. Разочарованный этим Александр спрашивает о своей машине времени и ему дают информацию о романе Уэллсе. Не найдя ничего полезного, Александр отправляется в будущее, пока не натыкается на Кочку, 7 лет спустя, в 2037 году, где он обнаруживает, что добыча полезных ископаемых на Луне нарушила лунную орбиту. В результате Луна раскалывается на части и осыпает землю огромными кусками породы. Его присутствие вне убежища приводит к попытке двух военных арестовать его, но ему все же удается сбежать. Вскоре он проникает в машину как раз в тот момент, когда город разрушается, но теряет сознание и не успевает стать свидетелем гибели цивилизации. В итоге Александр и его машина времени проносятся сквозь сотни тысячелетий. Придя в себя, Александр остановит машину в 802-701 году н.э. и обнаруживает, что цивилизация перешла к образу жизни охотников-собирателей. Называя себя Элоями, эти выжившие люди построили свои дома в боковой части скалы на месте, напоминающей Манхэттен. У Александра завязывают соотношения женщины по имени Мара, учительницы и одной из немногих, кто помнит устаревший язык путешественника во времени. Он также понимает, что Луна теперь разбита на части. Когда Александр знакомит с обществом Элоев, ему показывают коллекцию каменных фрагментов и знаков из того, что когда-то было Нью-Йорком, включая вывеску Тиффани и Ко, Эмпайр Стейл Билдинг и секцию плиточных панелей со станции метро Бруклин Бридж. Пока Алекс осматривает машину, увидев мемориал Элоев, посвященный их родителям, Мара говорит ему вернуться в свое время и взять с собой ее младшего брата Калина. Внезапно на Элоев нападают Марлоки, чудовищные бледные обезьяподомные твари, которые охотятся на Элоев ради пищи. Марлоки захватывают Мару и уносят ее. Пытаясь выяснить, куда ее увезли, Алекс говорит, что призрак может знать. Как выясняется, Элои говорят о Воксе-114, голографическом библиотекаре, с которым Александр разговаривал до уничтожения Луны и который продолжает функционировать спустя столько лет. Наконец, с помощью Вокса-114, Александр находит путь в подземное царство Марлоков, но его захватывают и отводят в подземную камеру, где в клетке содержится Мара и где ее ждет лидер Марлоков, Убер Марлок. Убер Марлок рассказывает, что у них кастовое сообщество, причем каждая каста выполняет свою роль в обществе Марлоков. Правящая каста этого общества, сверхинтеллектуальные телепаты, а охотники, с которыми Алекс сталкивался до сих пор, были выведены как хищники. Пытаясь объяснить свои действия, Убер Марлок утверждает, что он и его народ не являются злом. Он спрашивает, кто ты такой, чтобы ставить под сомнение 800 тысяч лет эволюции. Он также указывает, что есть и другие кланы, подобные ему. Затем Убер Марлок раскрывает причину, по которой Алекс не может изменить судьбу Эммы. Он попал во временной парадокс. Поскольку смерть Эммы была главным фактором, побудившим его создать машину времени, он не может использовать ее без того, чтобы ее смерть не была включена в временную линию. Поскольку в противном случае, у него не было бы причин создавать машину. Убер Марлок также заявляет, что Марлоки не существовали бы без таких, как Александр, в их стремлении к науке и технологиям. Александр узнает, что Марлоки были людьми, которые предпочли остаться под землей после того, как луна разрушилась. А Элой были теми, кто решил спастись от радиоактивных осадков. Его машина времени была найдена Марлоками и унесена под землю. Чтобы спастись, Александр прыгает в машину и отправляет ее вперед во времени, прихотив с собой Убер Марлока. Они борются до тех пор, пока Александр не выталкивает его за пределы сферы времени. Там он наблюдает, как Убер Марлок стареет и умирает за пределами временного пузыря. Вскоре Александр замедляет ход машины, когда над головой появляется небо. Он переместился в 635 миллионный 427 тысячный 810 год нашей эры и пейзаж теперь представляет собой безлюдную пустошь, где полностью господствуют Марлоки. Смирившись с тем, что он никогда не сможет спасти Эму, Александр отправляется в прошлое, чтобы спасти попавшую во ловушку Мару. Освободив ее перед тем, как сбежать, он настраивает машину времени на путешествие в будущее и использует свои карманные часы, чтобы заблокировать управление, в результате чего она выходит из строя и взрывается, создавая поток искажения времени. Александр и Мара спасаются как раз в тот момент, когда взрыв уничтожает Марлоков. После оказавшись в ловушке в будущем, Александр решает построить новую жизнь для себя вместе с Марой. Он начинает восстанавливать цивилизацию, а Вокс рассказывает Элоэм истории своей памяти. Это заключительная сцена, показанная рядом эпизодов 1903 года, где Дэвид Филби беседует с пожилой экономкой Александра Миссис Уотч и вбрасывает свою шляпу-котелок на улицу. И на это все, дорогой зритель. Я благодарю, что досмотрел мое видео до самого конца. Я надеюсь, оно тебе понравилось. Теперь я попрошу тебя, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на мой канал и написать свои мысли в комментарии. Как тебе такой фильм? Оставлю здесь и другие видео, возможно, они тебе тоже понравятся. Желаю тебе хорошего дня и до скорой встречи.